Собрание акционеров предприятия Уллайнфарм сегодня чуть не превратилось в разборки в стиле 90-х с участием полиции и сразу двух охранных предприятий. И через полтора года после смерти главы предприятия Валерия Малыгина продолжается борьба за власть на заводе. И сегодня на его территорию не смогли попасть акционеры. В результате собрание акционеров прошло в микроавтобусе. Сергей Герасимов был свидетелем этого бизнес-конфликта. О том, что в предприятии не все спокойно, становится понятно прямо на подъезде к проходной. Барьеры, люди в черном, спецподразделения полиции. Вот так руководство завода Уллайнфарм не пускает на территорию собственных акционеров. Еще 9 января правление Уллайнфарм объявляет. 1 апреля, то есть сегодня, будет созвано внеочередное собрание акционеров. Главные вопросы – избрание нового совета предприятия. Инициаторы собрания – наследницы фармакологической империи Валерия Малыгина, его дочери. Анна Эмилия Малыгина в лице опекуна и Ника Савельева. Но буквально пять дней назад правление предприятия передумало. Тут объявляют, что собрания не будет, так как его инициаторы, цитата, «не находятся в регистре акционеров предприятия». Не всем из 1395 акционеров завода успели об этом сообщить. Ждем вас на собрании 1 апреля в 11. Видите, председатель правления Тамбокс Алайнфарм. Почему мне не сообщили, что я не могу прийти? Люди, которые отказываются себя назвать, не пускают меня внутрь. Коммерческий закон не предусматривает, что правление может отменить собрание акционеров, если оно уже объявлено. Это свидетельствует о некомпетентности правления. Никакого собрания, никакого переизбрания совета и никаких акционеров на территории завода. О том, что подобное может произойти, инициаторы знали. И раз уж все равно собрались, решили, что собрание в силе. Как вы представляете себе собрание акционеров крупного предприятия, такого как Алайнфарм, например? Роскошные помещения, столы, стулья, кофе, быть может даже булочки. Да, но сегодня 1 апреля и акционеры Алайнфарм собираются прямо здесь. Собрание в автобусе и кворум есть. Зарегистрировались держатели почти 62% акций. А пока в импровизированном зале заседаний кипит работа, журналистам удалось попасть туда, куда не пускают акционеров – за кордон. Нынешний председатель совета Павел Ребенок. Именно он рискует лишиться должности по итогам собрания, которое отменено. По его словам, инициаторы собрания действительно не акционеры. Дело в том, что их акциями управляют брокеры. Соответственно, в заявке на собрание следовало указывать именно их. Но отметим, по мнению комиссии по рынку финансов и капитала, это не причина не считать их акционерами. Кроме того, акционеров на территорию завода пускают только в рамках собрания, которое, по крайней мере, официальное, сегодня отменено, говорит Ребенок. Поэтому охрана, поэтому барьеры. Если кто-то за территорией завода делает что-то, что называет собранием и проводит, то я не могу это комментировать. Понятно, что решения, которые будут приняты на этой сходке, они не имеют никакой юридической силы. Сходка, выражаясь словами Ребенокса, продлилась примерно полтора часа. В собрании приняли участие 19 акционеров. Их решение таково. У Олайнфарм будет новый совет из пяти человек, а у совета новый глава, экономист Гондарс Берзинч. Как вы вообще оцениваете способ, как принимались сегодня решения акционеров, что вас не пускали на завод? Это, скажем так, не самый лучший вариант и, скажем так, не соответствует нормальной рынку капитала. Сколько легитимны эти решения? 61,4% участвовали, значит легитимны. Это юридические вопросы, которые пусть решают юристы. И нам самое главное, чтобы была стабильность в конкретном предприятии. Будет ли одним из первых решений совета смена правления, Олайнфарм пока официально не сообщается. У меня нет никаких опасений. Акционеры, если собрание происходит законным образом, могут принимать решения, которые они считают нужным. И по отношению к совету, и по отношению ко мне. Легитимность решений, принятых сегодня в автобусе, теперь будет оценивать регистр предприятий. И лишь после его решения новый совет сможет приступить к работе. В регистре от комментариев происходящего сегодня отказались. Сергей Герасимов, Марис Юргенсон, с Латвийской телевидения. Продолжение следует...